Работники сельского хозяйства, строители, спортсмены, врачи и представители других профессий, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, принимают поздравления. Грамотам и благодарностям нет числа. В свой 85-летний юбилей Могилёвская область чествует лучших из лучших. 15 удостаиваются почётного звания Человек-года Могилёвщины. Заслуги области перед большой страной, отмеченной высокими государственными наградами, в 1967 году орден Ленина. Несколько позже Бобруйский и Могилёв были отмечены также орденами за вклад в развитие страны и победу над минско-фашистскими захватчиками. Могилёвская область славится основными объёмами белорусского производства химических волокон, автомобильных шин, лифтов, цемента. Здесь успешно развивается животноводство и рыбоводство. Экспорт предприятий за год свыше 6 миллиардов рублей. Значительные средства вкладываются в социально-экономическое развитие региона. Только в 2022-м завершают реализацию 15 инвестпроектов на сумму 110 миллионов рублей. Есть хорошие проекты, которые реализуются. Есть намерения реализации ещё ряда социальных и не только социальных проектов. И вот это динамичное развитие области – это всё благодаря нашим людям. Благодаря их упорному труду, благодаря, наверное, даже больше любви к своей родине. Существенный вклад в социально-экономическое развитие региона вносит город на Березине. Ещё в 1924-м Бобруйский округ считается самостоятельным административно-территориальным образованием. В эти годы возводится лесокомбинат, гидролизный завод, мебельная фабрика имени Халтурина, красный пищевик. Закладывается промышленный потенциал. В 1938-м Бобруй сходит в состав области. На тот момент он самый крупный районный центр после Могилёва с населением почти 85 тысяч жителей. Здесь действуют 30 школ, 38 детсадов, 11 клубов, 13 библиотек и театр. Работали такие крупные предприятия, как машиностроительный завод, швейная фабрика имени Дежинского. И как раз в конце 30-х годов появился такой центр культурной жизни, как кинотеатр «Товарищ». Сегодня Бобруйск растёт не по дням, а по часам. Расширяется география поставок, производятся импортозамещающие товары, создаются новые рабочие места. Развивается и социальная сфера. В 2022-м возводят свыше 70 тысяч квадратов жилья. Особое внимание многодетным. Обновляются и дороги. Объём выполненных работ превышает 260 тысяч квадратных метров. По проспекту строителей продлевают второй маршрут троллейбуса. В микрорайоне Киселевича начинают проектирование детского сада на 240 мест. И это в очередной раз подтверждает – у нас есть всё для дальнейшего развития. Но главное – это желание сделать малую родину ещё красивее, уютнее и комфортнее. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.